здравствуйте сегодня хочу предложить вам связать вместе со мной вот такие тапочки с открытым верхом с детали вверх связанные спицами из трикотажной пряжи что здесь в этих тапочках это был мой эксперимент у меня здесь немножечко по-другому когда оформлена стелька и обвязка так что в принципе если со стороны посмотреть эти тапочки кажется обычными ничего в них такого нет но в этом мастер-классе просто я поэкспериментировала со стелькой связала ее на размер больше и сделала обвязку вот такую-то объемненькую интересную предлагаю вам посмотреть что еще будет в этом мастер-классе он будет разделен на три части в первой части я покажу прошивание подошвы во второй части вязание детали верха и в третьей части присоединение детали верха вот такой вот обвязочкой приятного просмотра начну со стелек что здесь у меня получилось я хотела связать на 38 мой размер попробовать связать значит тапочки задумка у меня такая была интересно посмотреть как будет выглядеть определенная вот обвязка вот этим вот способом который вот я хотела рассмотреть то есть это был вот такой собственно говоря эксперимент ну и он у меня получился эти тапочки которые вы видели я этим экспериментом удовлетворена и в общем в итоге коротко но по основным вехам хочу с вами поделиться значит что здесь я набирала здесь у меня набор в принципе сразу хочу сказать что такая обвязка и такие тапочки можно связать на любой стельке то есть любой формы стельки и круглую и вытянутую обвязка будет смотреться на любой форме стельки вот именно так вот объемно красиво симпатично как она смотрится и на этой стельке но в данном случае я вязала анатомическую стельку здесь провязала три ряда и у меня получилась стелька из 28 наборных петель то есть 27 плюс 1 петля подъема я провязала три ряда мне как я как раз вышла на размер то есть у меня на мой размер с учетом того чтобы у меня подразумевалась обвязка изначально на 37 с половиной 38 вот такой вот 26 с половиной стелька от окантовочные косички до окантовочные косички то есть вот эта длина стельки 26 с половиной без учета объемной окантовки по ширине 10 сантиметров также собственно как я и предполагала но потом я взяла провязала еще один четвертый ряд дополнительный в итоге у меня получилось стелька от косички до косички 28 с половиной сантиметров и по ширине 12 сантиметров но это с учетом того что край я буду заворачивать ну хотела заворачивать до рассматривала такой вопрос и соответственно стельку подошву я вырезала по границе по границе своего своих трех рядов но не по внутренней границе вот внутренние от косичек а по внешней то есть я просто-напросто отпарила стельку положила ее на бумагу и шилом проделала дырочки на бумаге с внешней стороны и определила себе вот такую подошву вырезала ее и приклеила ее так чтобы у меня задние перемычки вот изнаночные от столбиков без накида чтобы они у меня были за границей моей подошвы здесь в данном случае у меня подошва семь с половиной миллиметров и естественно я ее буду прошивать вот таким вот образом она у меня будет прошита одну стельку я уже провязала здесь я использую вощенный шнур плетеный и пользуюсь шилом с ушком давайте сейчас остановлюсь на прошивание немножечко это коротко покажу как прошиваю просто механизм просто дам некоторые советы наблюдения со своей стороны рекомендации и потом уже перейдем дальнейшим этапом с чего хочу начать здесь я отрезала вощеные нитки 3 метра 20 сантиметров этого мне вполне хватит для того чтобы прошить мою подушку за каждую прикрепить за каждую перемычку в этой стельке у меня 76 косичек то есть у меня будет 76 швов мне хватит 3 метра 20 сантиметров и у меня останется это примерно вот так вот в среднем вот столько хвостик сантиметров 15 с каждого конца хвостика для того чтобы комфортно и удобно было завязать узелок и закрепить ниточку следующий момент покажу вам поближе вощеный шнурочек такой вот он плоский но очень хорошо смотрится и легко прошивается следующий момент чем я буду работать второй инструмент ой это основной инструмент это шило с ушком и вот с такой впадинкой с другой стороны он обычный она вернее вот такой кругленькая а здесь вот такой вот желобок на что сразу хочу обратить внимание чтобы быть внимательным и чтобы не запутаться в ниточке чтобы было комфортно шить вот этот шило этим желобком она всегда должно смотреть влево то есть вы шьете правой рукой и значит вот этот желобочек он должен смотреть в левую сторону не вверх не вниз не в обратную сторону а вот именно должен быть повернут левой стороной и ниточку я буду заправлять снутри то есть внутри этого желобка с этой стороны это очень важно продеваю нить отмеряю середину шилом поначалу будет конечно не очень удобно потому что нитка достаточно длинная и тут важно не запутаться и не запутать нить не создать узелков и себе проблем все вот до середины я проделаю нитку через со стороны где у меня желобок далее начинаю прошивать иду с внутренней стороны но собственно говоря здесь очень хорошо убирается можно убрать масса возможности убрать хвостики чтобы нигде их не было видно поэтому тут можно с любой стороны ну вот как то вот так вот с этой первый стежок выбираю место между изнаночными перемычками которые вот здесь вот у меня есть ввожу шила не посерединке а чуть вот ниже где-то вот таким образом обращаю внимание на свое шило чтобы желобок у меня смотрел влево продеваю наискосок через подошву потому что мне нужно вывести шило вот сюда вот сюда за эти за эту перемычку не сюда я буду пришивать а вот именно за ту внутреннюю перемычку какой размер стельки подошва вернее мне нужен поэтому наискосок продеваю причем стараюсь сделать это очень аккуратно чтобы не повредить ткань нити ввожу крючок затем немножко его отвожу обратно у меня здесь образуется петелька вот здесь вот у меня будет серединка фиксирую пальцем вытягиваю шило оставляю его пока вот это у меня середина и один конец ниточки я просто вытаскиваю на лицевую сторону подтягиваю вот у меня серединка здесь пальцем была прижата подтягиваю сюда серединку и все нить у меня ровно с одной и с другой стороны далее буду делать второй стежок вот у меня шило ниточка у меня продета у меня получается хвостик рабочие нити со стороны округлой части шила входит ниточка со стороны там где у меня желобок оставляю некоторое можно 5-7 сантиметров оставить но если уж так смотреть что мы шило вводим полностью в тело подошвы и выводим его на лицевую часть и чтобы сильно у нас здесь нет не тянулась поэтому желательно оставить все вот это вот расстояние до отверстия в шиле немножко больше чем длина вот этого шила сейчас процессе вы поймете почему теперь смотрю следующую место куда я буду вводить будет напротив вот этого между между изнаночными перемычками места ввожу опять же крючок также наискосок ложбинка на шиле смотрит влево от меня и стараюсь ввести шило между вот этими за перемычки между столбиками чтобы не повредить ткань ввожу видите вот я ввела шило нитка здесь натянута а здесь еще немножко остался запас это хорошо чтобы у нас не было затянутости вот в этих петлях потому что иначе нитка будет тянуться она будет прорывать вот это вот место на подошве соответственно потом будет расхляпана во-первых дырки будут очень сильно видны это некрасиво вот здесь у меня образовалась петля я ее немножко подтягиваю крючок туда-сюда елозить не буду и вот в эту вот петельку которая у меня образовалась со стороны желобка я ввожу хвостик своей рабочей нити которая у меня на лицевой стороне стельки вот так и протягиваю нить через эту петельку протянула фиксирую ее пальцем чтобы она не болталась и вывожу шила обратно также смотрю чтобы желобок смотрел на меня либо влево это как вы будете смотреть ну в общем чтобы желобок я видела всегда все в идеале если вы сделаете так что желобок смотрит на вас или в левую сторону он у вас выйдет и ниточка будет хвостик будет уходить рабочая нить вернее с другой стороны отверстия а это ниточка будет зафиксирована вот таким образом теперь я немного подтягиваю нити с одной и с другой стороны не сильно тяну чтобы не увеличить размер дырочки вхождения шила и смотрю чтобы у меня узелок который там образовался от пересечения не вылазил не с этой стороны видите петля вылезла и не вылазил с другой стороны то есть чтобы он был где-то посередине чуть-чуть слегка подтягиваю все один шов сделан продолжаю дальше опять смотрю нитка желобок определяю расстояние смотрю на какую глубину и опять наискосок ввожу аккуратно осторожно чтобы не повредить ткань насть на подошве на стельке вывожу шила остается у меня петелька я беру хвостик и ввожу его в эту петлю и хвостик за хвостик протягиваю ниточку через петельку возвращаю шила обратно вывожу и подтягиваю также осторожненько попеременно подтягиваю ниточки чтобы здесь получился шов продолжаю дальше ввожу крючок наискосок и осторожно вывожу его опять у меня здесь петля беру нить с лицевой стороны продеваю через эту петлю и вывожу на другую сторону свое шило с ниточкой и равняю распределяю узелок все таким образом прошиваю дальше всю подошву ввожу ничего сложного нет главное приноровиться этот процесс даже вы знаете возможно доставит вам удовольствие во всяком случае мне доставляет мне нравится продолжаю и встретимся с вами самом конце где мы начинали с вами обвязку и у меня остался последний стежок ложбинкой смотрит на меня либо влево ввожу крючок вот сюда в эту в этот проем который был у меня самый первый также наискосок провожу чтобы не зацепить ткань петелька у меня образовалась я протяну нить вытяну здесь крючок шила вернее вытяну ниточку сюда здесь подтяну и сделаю тройной узелок то есть не просто так один раз проведу ниточки хвостики а2 подтяну теперь крючком вытяну их вот сюда во внутрь то есть вот у меня здесь есть перемычка я протяну сюда усик оставшийся хвостик и этот сюда и внутри провяжу здесь ой про завяжу здесь еще один двойной узелок раз и такой же двойной еще раз обрежу хвостики вот у меня хвостики остались такие ниточка не нужно и обрежу не слишком коротко оставлю сантиметра сантиметра полтора и все прошив закончился вот получилось как аккуратненько хорошо получилось мне нравится вот собственно говоря и все сложного здесь нет ничего все это как бы просто просто нужно наловчиться посмотреть раз посмотреть два попробовать и быть внимательным вот собственно говоря и все остановлюсь немного на материале из которого я которым я пользуюсь при прошивании это вощеный вощеный шнур он плетеный по структуре по своей и плоский то есть это плетеная нить она пропитывается воском и потом через специальный аппарат проводится и принимает такую сплюснутую форму сейчас я постараюсь показать его поближе чтобы было понятно вот у него такая плетеная структура и он плоский тоже хорошо виднее вот поворачиваю вот такого вот он там лежишь вот такой мне как-то вот он больше понравился чем витой шнур есть еще и ты шнура я по поводу вот этих вощенных ниточек шнурочков сделаю отдельные видео расскажу и про разные цвета и про разные плетения про разное качество и собственно говоря как она используется покажу ну вот это нить мне как-то я сначала переживала думаю что он слишком плоская такая тонкая будет рвать резину но судя вот по качеству в принципе она мне понравилась гораздо больше чем витая период такая вот витая нить шнурочек еще продается в принципе можно использовать и лавсановую нитку тоже можно но единственное что ей не очень удобно работать она крученая не витая и нитка приходится гораздо больше усилий внимание уделять самой нити чтобы она не скручивалась не перекручивалась и не расплеталась чем вот самой непосредственно работе и потом использую я люблю пользоваться вот именно шилом шилом с ложбинкой тоже вот тут вот показать поближе вот вот такая ложбинка у этого шила сзади округлость обычная вот им я мне гораздо удобнее работать и во-первых вообще по удобству единственно что здесь нужно привыкнуть чтобы ложбинка вот это вот она смотрела на лицо нас налево к работе то есть в общем чтобы она все время смотрела к работе и вот таким крючком я тоже пробовала работать но мне не понравилось потому что не всегда получается как это объяснить не всегда у нас ровно направленная как бы вот да и вывод вот то ладно а вот вывод вместе с ниткой вот этого крючка инструмента не всегда бывает прямо направлен и у него здесь такой крючок же вот такой сам по себе да и он и он вот немножко прорывает не хочет как вот мы достаточно острый он наконец-то у него достаточно острый вот такой вот загиб для нити и он прорывает лишнюю как не могу объяснить в общем дырочка становится слишком пористая вернее резина становится слишком пористая за счет этого дырки более таких вот расхлябанные такие становятся и шнур тянется вот эти вот разъемы вот эти дырочки разъемы между нитями видны очень большие поэтому как-то вот он мне очень не зашел скажем так тем более если допустим прошивать микропору более тонкую чем семь с половиной миллиметров там вообще огонь она сыпется на рвется в общем результата результат не удовлетворяет ну вот собственно говоря и все что я хотела сказать по поводу прошивания сделаю отдельные видео по поводу шнуров по поводу инструментов в работе покажу как все это ближайшее время постараюсь сделать такое видео спасибо большое что досмотрели до конца жду ваших комментариев продолжение будет в конце этого видео будет представлена картинка продолжение этой экспериментальной моей модели тапочек так что переходите по ссылочке по картинке в инфобоксе внизу оставлю информацию ссылочку на следующий на следующее видео смотрите поделюсь с вами своими навыками и опытами пока пока